здравствуйте дорогие друзья в этом видео я расскажу о том как делала новогодние украшения из винных пробок подробнее я остановлюсь вот на этом домике взяла пробку от вина и отрезала у нее уголки получила вот такую заготовку для изготовления крыши взяла картон толщиной 2 миллиметра замерила ширину пробки она у меня оказалось 2 сантиметра и решила сделать ширину крыши на 5 миллиметров больше замерила длину среза он оказался те же 2 сантиметра решила сделать скаты длиной 2 и 4 и 2 и 6 сантиметра соответственно отличаются они на толщину картона разрезала картон канцелярским ножом скаты для крыши готовы оба они шириной 2 с половиной сантиметра а длиной 2 и 4 и 2 и 6 сантиметра примерила скаты крыши к пробке сверху у меня получился небольшой зазор это связано с тем что угол под которым я срезала пробку довольно острый если бы он был тупой то я бы просто склеила детали между собой а так мне пришлось немножко стычить угол у коротенького ската на пилке после этого все отлично прилегло на длинные детали по центру я сделала треугольный вырез он мне понадобится потом для того чтобы вставить веревочку глубина этого выреза примерно 3 миллиметра приступила к склеиванию крыши нанесла клей момент кристалл на обе детали затем дала клею немного подсохнуть и соединила детали плотно прижимая к друг другу чтобы проверить угол склеивания приложила к пробочной детали дала крыше немного подсохнуть чтобы сделать крышу фактурной я взяла обычный медицинский бинт который приклеила на клей пва излишки бинта подрезала срезала уголки нанесла пва на торцы и внутреннюю часть а затем загнула края оставила крышу подсохнуть на пробке наметила отверстие и просверлила сверлом толщиной 5 миллиметров от пробки от шампанского отрезала несколько кругляшков они чуть большего диаметра чем моя винная пробка выбрала подходящий кругляшок и окрасила его белой акриловой краской торцы окрасила посильнее а внутреннюю часть едва едва чтобы сделать насест для моего скворечника я взяла шпажку для шашлыка и отрезала отрезок 1,7 сантиметра который окрасила зеленой краской затем покрыла крышу красной акриловой краской детали подсушила и приступила к сборке сначала наметила место для насеста и проколола его шилом затем нанесла совсем немного клея момент кристалл и вклеила веревочку для подвешивания я сделала из нитки вынутой из мешковины взяла небольшой кусочек и завязала на конце двойной узел лишнее отрезала а по центру пробки вырезала углубление под узелок при помощи иглы с большим ушком продернула веревочку сквозь крышу чтобы приклеить крышу на обе детали нанесла клей момент кристалл дала клею немного подсохнуть и посадила крышу на место стык между скворечниками крышей декорировала при помощи веревочки от той же мешковины распустив ее предварительно при помощи шила распушенное волокно приклеивала на клей момент кристалл нанося его на сгиб а также на три точки под крышей домика и 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 осталось изготовить искусственный мох для его изготовления я взяла обычную губку для мытья посуды и окрасила ее зеленой акриловой краской излишки краски удалила и положила губку на просушку от сухой губки оторвала маленькие кусочки которыми я украсила свою поделку чтобы выделить рельеф на крыше прошлась по ней практически сухой кистью с белой акриловой краской и кое-где подкрасила и остальные детали аналогичным образом прошлась и золотой краской немного подкрасила красным ягодки и елочная игрушка готова если же взять пробку от шампанского и обрезать ее следующим образом да еще крышу украсить не бинтом а кружевом то получится вот такой домик который снизу можно украсить шляпкой от желуди помимо подвесок можно делать декоративные скворечники на палочках а если взять вот такой обрезок то из него можно изготовить домик с односкатной крышей крышу можно раздлиновать и продавить рельеф при помощи вязальной спицы а имитировать снег можно при помощи сжатых салфеток приклеенных на ПВА результат тоже получается ничего если же у пробки слишком яркий рисунок или небольшая грязь то избавиться от него можно при помощи пилки на этом у меня все желаю всем творческих успехов и до новых встреч 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 Продолжение следует...